Развитие туризма и образовательного пространства, молодежная политика и экономическая безопасность. В Санкт-Петербурге подвели итоги шестого форума регионов России и Беларуси. Главной темой форума в этом году стало формирование единого гуманитарного и культурного пространства. Впервые за последние годы широко обсуждались актуальные вопросы образования, науки, искусства и туризма. В заседании приняли участие президент России и Беларуси Владимир Путин Александр Лукашенко. Программа форума была насыщенная. В его рамках прошла встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Верхней Палаты Парламента Беларуси Михаила Мясниковича с главами регионов двух стран. Предметный разговор шел на площадках. Участники форума активно знакомились с регионами. Большинство из них уже активно сотрудничают с белорусскими коллегами. Что касается Чувашии, то по итогам января-апреля 2019 года экспорт в дружественную страну составил 17,5% от общего объема, а импорт – 24,4%. Деловые связи будут укрепляться и дальше. Уже в октябре на Белорусском энергетическом и экологическом форуме наши промышленники представят свои конкретные предложения по участию в проектах модернизации и строительству объектов электроэнергетики в Беларуси. Беларусь выделяет очень большое внимание сотрудничеству на региональном уровне, так называемые горизонтальные связи. И, конечно, Чувашия нам очень интересна. Поэтому мы видим очень много направлений, которые могут быть в сотрудничестве между Беларусью и Чувашией. У нас сегодня очень сильно развито аграрное направление, что важно для Чувашии. Беларусь сегодня производит всю линейку сельхозтехники. Я думаю, данная техника хорошо известна и в Чувашии. Мы поставляем в ряд регионов учебные лаборатории. Наш, например, БГУ имеет всегда были белорусы сильны, то, что мы делали. Специальное оборудование, и не только научное, которое используется в научных центрах, а именно для оснащения классов. Кстати, первый учебный класс и двух крупных белорусских компаний были созданы в Чувашской сельхозакадемии. Теперь студенты нарабатывают практические навыки на современной сельскохозяйственной технике. Сотрудничает с белорусскими коллегами и другой ведущий вуз Чувашии – Государственный университет имени Ульянова. Форум – это и поддержание уже существующих связей, и подписание новых соглашений, договоров, и их пролонгация. Но это действительно, безусловно, новое знакомство. Я хочу сказать, что для Гродненского государственного университета имени Янки Купалы мы не открываем сегодня Чувашию себе, потому что мы ее открыли уже давно и очень тесно сотрудничаем с вашим национальным университетом. И даже несколько таких программ, я бы сказала, гражданско-патриотического воспитания, совместную книжку мы сделали. Межкультурная коммуникация на сегодняшний день является такой очень важной составляющей и взаимно обогащает любые народы, которые в мире нормально существуют между собой. Региональные контакты между вузами и молодежными организациями – самый прямой путь к сотрудничеству. Это хорошо понимают представители двух стран. Хотели бы рассмотреть возможность сотрудничества с университетами Чувашии. Почему это важно? Потому что, во-первых, у нас родственные и близкие очень экономики двух стран. И мы можем очень хорошо посотрудничать в сфере подготовки кадров и, видимо, в сфере науки. Мы очень можем посотрудничать с Чувашией в направлении подготовки кадров для трактора строения, для обслуживания сельскохозяйственной техники, для механизации, автоматизации процессов в этой сфере, в промышленности, в науке и в практике ремонта и восстановления дорогостоящего оборудования. В рамках нынешнего форума было заключено соглашение о проведении осенью этого года Дней Российской Духовной Культуры, в котором примут участие творческие коллективы нашей республики. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика из Санкт-Петербурга.